Роман, вы говорите, что сначала Крым, потом Донбасс. Ну и Зеленский говорит, сначала Крым, потом Донбасс. Как, если в двух словах вы себе представляете освобождение Крыма по шагу? Направление выхода в Крым с двух сторон. Первое, это, естественно, выход на Мелитополь, пересечение сухопутного коридора. Второе, движение со стороны Херцона в сторону Армянска. Сначала Скадовск, потом Армянск. Выход на Армянск будет, ну, по сухопутью это понятно, и однозначно будет морской и воздушный десант с того же Скадовска на западное побережье Крыма. Это 100%. То есть с трех сторон и Армянск мы будем скрывать с тыла. То есть это уже будет заход в тыл российским войскам, которые будут перекрывать этот переход. И он будет скрываться с двух сторон. Варианта там другого нет, потому что в лоб это очень сложно. А авиация будет отрабатывать пошагово. Давайте пошагово, как работает авиация. Без авиации эта операция, она может растянуться на несколько лет. Это вот по 30 километров, о которых мы с вами говорили, это так, с артиллерией. 30 километров прорвали, потом расширили до 20 по ширине, опять 30, расширили до 60 и так дальше и тому подобное. Это надолго. Авиация как работает? Ну, чтобы на пальцах сильно не объяснять, видели все, как работает авиация в секторе газа сейчас. Вот это вот то же самое будет, только там нужен еще один период завоевания превосходства в воздухе. То есть надо будет потушить ПВО противника, отогнать российские самолеты. Российские самолеты отгонят один Патриот, либо одна СМТ, просто отгонят их километров на 100 от линии фронта. А дальше наша авиация начнет работать по ПВО противника, которые будут скрываться. Причем сейчас мы работаем ХАРМами, ну, мягко скажем, не в прямом режиме. То есть ХАРМ подвешивается, как авиабомба, грубо говоря, или там ракета, которую сбрасывают, и потом она идет в точку ожидания, становится чуть ли не в восьмерку и ждет, пока какая-нибудь станция включится. А так летчик будет работать сразу, непосредственно по локатору, понимая, какое ПВО по нему начинает работать, включается, отправляет туда ракету, одну, вторую, третью, четвертую, пока не потушит ПВО. Причем зенитно-ракетных комплексов у россиян не так много, как бы им хотелось. А мы их все больше и больше уничтожаем. То есть тушится ПВО с помощью ХАРМов. Помимо ХАРМов есть еще другие ракеты, тоже противорадиолокационные. Отгоняются самолеты противника на серьезное расстояние и дальше начинают работать системы самолеты с РЭБом, так называемым. То есть F-16 берет там одну или две гондолы РЭБа и тушит вообще все, связь и любой контакт радиоэлектронной. Но там есть серьезные системы американцев, они нам точно их передадут, потому что без них самолеты поднимать нет смысла. Заходит авиация РЭБ, тушит все, что еще не добитое, начинают работать штурмовики и бомбардировщики. Вот тогда, вот то, что происходит сейчас в ГАЗе, вот это будут делать наши самолеты впереди движущихся частей украинских. Сначала перемалывается все и вся, все, что движется на земле, будет забрасываться авиабомбами, либо управляемыми ракетами. F-16 работает в качестве бомбардировщика, в качестве штурмовика. Вот почему говоря, почему самолет штурмовик? Да потому что вот самолет должен быть штурмовиком, а не штурмовая пехота. Задача как раз штурма, это задача штурмовиков, когда самолеты перемалывают оборону противника, а дальше идут наземные части на зачистку, не на штурм, а на зачистку, вылавливая тех, кто еще остался в живых. Движение идет, ну, где-то со скоростью около 5-10 километров в сутки может проходить такого рода движение после зачистки, вернее, после работы авиации, на глубину около 100 километров. А это практически расстояние до Азовского моря. Почему вот сейчас, на данном этапе, для россиян, это вот тот фронт, который есть, он просто убийственный. Это вот они выживают только из-за того, что у нас нет нормальных самолетов. По большому счету, 100 километров для работы авиации, это, ну, что такое при скорости под 1000 километров в час 100 километров? Это 6 минут, 5-6 минут лета в одну сторону. Ну, то есть, именно этого боятся россияне, боятся очень сильно, противодействуют передаче самолетов разными методами. Вот мы же видим, уже третий год, аж только на третий год мы эти самолеты получим. Реально, на третий, даже не на второй, второй час заканчивается. Это мы получим, да, и это все, этот самый, это все россияне. То есть, отработали самолетами, спахали внизу, вот так, как перепахали сейчас в Газе, и дальше начинают двигаться наземные части. Но, как только появятся самолеты, поверьте, как только первый вылет будет, начнут сыпать авиабомбы на головы россиян, их не будет ни на Левом берегу, ни на Запорожском хронике. Они просто уйдут, потому что выдержать просто будет невозможно. А дальше работа уже с Крымом, работа по Армянску, работа по Генечесску, естественно, на морской джанкою, да, на глубину с начала Северного Крыма. Та же самая картина, 100 километров, глубже никто там работать не будет, 100 километров. Я не говорю о том, что будет уничтожен Керченский мост, это вообще, это уже, наверное, задача Малюка, я бы так сказал. Когда его будут уничтожать, в начале операции, в середине или в конце? Его надо уничтожать, было еще вчера, позавчера, год назад. То есть он должен быть уничтожен, как только у нас появится такая возможность. Это вот то, что надо сделать сразу, сходу. Я думаю, это будет, Малюк пообещал, а он словно ветер не бросает. То есть одно дело обещать кофе попить, это специально было сделано, мы уже говорили, а другое дело жахнуть по мосту, жахнет 100%. Есть механизмы, есть креативные идеи, я думаю, Керченского моста точно не будет. А вот сам Крым, допустим, то есть Северный Крым выполнить задачу возможно, в принципе, без больших проблем. Проблемы начнутся в Крыму уже горном, ну то есть в горах. Там сложновато будет однозначно, почему там точно нужны самолеты, нельзя вообще ничего планировать в горах, в превышениях, без самолетов. Поэтому у нас есть возможность, если мы получим хотя бы 40-60 самолетов весной следующего года, за следующий год к осени, ну так сказать, порадовать Байдена, то есть хоть что-то ему там накинуть несколько процентов, освободив Крым. Эта возможность однозначно есть. Нет уже возможности абсолютно никакой в следующем году освободить Донбасс. Нет механизма даже такого, у нас не хватит сил, средств на две этих операции. Донбасс, это уже 25-й год, опять с весны летняя операция, то есть весенне-летняя операция с помощью той же авиации и двигаться так же само по Донбассу. Донбасс это уже чуть другая картина, все будет зависеть от того, в каком состоянии остановится фронт после освобождения Крыма. Сколько же лет мы еще будем воевать? Армия будет воевать еще, то есть что значит армия воюет? Армия находится в двух положениях, она в третьем не бывает. Она либо выключена, либо включена. Вкл-выкл, черное-белое, а по-другому не работает. То есть она либо на зимних квартирах в режиме мирного времени, либо в режиме военного времени. Так вот армия, и когда в военное время, то армия воюет. Даже если она не стреляет в данный момент, она воюет. Так вот в режиме военного положения армия еще будет у нас находиться лет 10. Я это говорю уже третий год, и даже с 2014 года, пока не развалится Российская Федерация на составляющие ее республики, у нас армию придется держать в режиме военного положения. То есть война еще, по большому счету, лет на 10. Лет 10, да, пока не развалится Российская империя. Почему? Очень просто, юристы меня сейчас, может быть, как-то подправят, но исходя из тех данных, которые есть, и вообще знаний, Путин взвел пять наших областей, Крымскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую. Он ввел в Конституцию Российской Федерации. Вывести их оттуда невозможно. Ну то есть просто невозможно. Нет механизма вывода этих областей обратно, потому что это уголовно наказуемое действие для самих россиян. То есть они уже ничего этого сделать не смогут. Они все попадут, они, во-первых, попадут сразу под уголовное преследование, это раз. А второе, это движение в обратную сторону может оспорить любой другой Путин, который придет потом, через пять лет, через 10, неважно. Вот это все развернет и скажет, что это было неконституционное, потому что и вернет их обратно, и опять все начнется по кругу. Потому пока не распадется Российская империя, а сейчас есть предпосылки к этому, боевые бурятыш не просто так в Бурятии отправляют поезда под откосы и подрывают эти тоннели. То есть этот процесс уже начался. Северный Кавказ, Дальний Восток, он, в конце концов, приведет к распаду Российской империи. 10 лет у нас армия будет находиться в военном положении, на военном положении, естественно. Это считается война. Гражданское общество не должно к этому иметь никакого отношения. Это работа армии, это работа профессиональной армии, которую мы можем сейчас, как-то скажет по-украински, започаткуваты некоторые эти моменты, то есть запустить этот момент полностью профессиональной армии без каких-то вкраплений. И это, в принципе, уже началось. Начались уже, открылись и рекрутинговые центры, и рекрутинговые компании. Вот сейчас хорошо тройка показывает, как это должно быть. Отошли они сейчас до укомплектования третьего билетского бригады. Они отошли, запустили рекрутинговый центр, сейчас принимают, обучают, ставят в строй, и это уже готовая, вот это наша готовая боевая единица, бригада. И именно так должна работать вся система призыва. У нас не должно быть ни ТЦК, ни военкоматов, это все не нужно, это все советское, его надо в бутиль сдавать, бестолковая абсолютно тема. А вот рекрутинговые центры при бригадах, авиационная бригада, штурмовая бригада, еще какая-то бригада, вот это то, что должно работать на выполнение боевой задачи, восстановление армии как раз в том виде, в котором она должна быть. После всего, что я спросил, и после того, что вы ответили, вы оптимист? Конечно, оптимист. Я просто вижу, не просто свет в конце тоннеля, я уже вижу, что этот свет обозначает. Ну, то есть, и конец тоннеля, и что за тоннелем, и как там оно будет. Потому уже все плохое у нас уже случилось. Я скажу, когда. Случилось в прошлом году, в конце марта, в начале апреля. Вот это было самое плохое 27 марта прошлого года, когда мы сдавались россиянам, отдавали Крым и Донбасс. А это значит, отдавали в ближайшее время всю Украину. Они нас сожрали. Это самое. И вот после того, как это все навернулось медным тазом, у нас уже проблем не будет. Не будет проблем в Украине. Да, тяжело, да, будем работать, да, будем воевать, вопросов нет. Но уже проблем серьезных однозначно не будет. Наша государственность сохранена, наше государство сохранено, нация сплочена. Неважно, что там часть ее даже в Европе или еще где-то. Это все украинцы вернутся, запустят этот процесс. И по большому счету впереди и свет, и все, что нам нужно для дальнейшего роста. То есть у нас довольно-таки, у нас стабильное общество за счет, я бы так сказал, за счет нашего количества, ну, десятки миллионов людей, это все-таки серьезная сила, для восстановления восстановимся, и генофонд свой восстановим, восстановим страну. И, в принципе, можем даже стать, особенно в связке со странами, с которыми у нас сейчас хорошие отношения, налаживаются впереди, и они точно будут налаживаться. И с Францией, и с Италией, и с Германией основное, Великобритания, Испания, наши ближние друзья, и поляки, и страны Балтии, Румыния, Болгария, Молдова, Чехия, да и Словакия, да и Мадяры, в конце концов, Орбан же не вечный, этот самый руководитель Венгрии. Так что все это будет перемелено и восстановлено.